МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГУВД области также сообщили, что материал уголовного дела отца мальчика, обвиняемого по статье 161, неисполнение обязанности родителей Уголовного кодекса, переданы в Алламединский районный суд для рассмотрения по существу. Дядю, тетю и отца накажут, потому что за этим делом следит вся страна. Но бывают случаи жестокого насилия над детьми и освобождения педофила. Нередко им удается избежать от уголовной ответственности. А сведениями о том, сколько преступников было осуждено за преступление такого характера, МВД не располагает. Когда, как только в прошлом году, было зафиксировано почти тысячу фактов насилия в отношении детей. Из них 10 детей были убиты, 13-ти был нанесен тяжкий вред здоровью, 66-ти были изнасилованы и 17-ти подверглись насильственным действиям сексуального характера. Тему продолжит Этунук Нурдинова. Гульзада Токтогазеева не может сдержать слезы при одной мысли. Что пришлось пережить ее 14-летней девочке. Ее дочку Самару жестоко изнасиловали. В преступлении подозреваются двое мужчин. 40-летний Азамат, отец своих детей и 26-летний Максат, жители Токтогазеевского района. Поспособствовала изнасилованию Самара родная тетя. Предполагается, что таким образом она хотела отомстить мужу. Ее обманом заманила в гости тетя Кымбат, которая на тот момент была в разводе с ее дядей, братом отца Самары. Когда они разводились, Кымбат пригрозила, что отомстит. Она приглашала погулять в город, обещала, что после посадит дочку на такси и отправит домой. Я отпустила. После прогулки она увезла мою дочь домой к себе. Туда также приехали двое мужчин Азамат и Максат. Дочь, увидев их, стала проситься домой. Но у нее отобрали сотовый телефон насильно, напоили пивом. После ее повезли к реке и заставили купаться. А потом ударили по голове камнем и изнасиловали. Только на следующий день дочку привезли домой в порванном платье. Рассказывает мать Самары Гульзада Токтогазеева. На сегодня мужчина, который подозревается в изнасиловании Самары, на свободе, говорит директор кредитного центра Сейзимбе Бессарары Сколова. Токтогольский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении насильников, ссылаясь на примирение сторон. Когда дело дошло до суда, родственники обвиняемого встретились с матерью изнасилованной. Предложили 300 тысяч сомов в качестве моральной компенсации и на лечение девочки. Мать Самары не отказалась, взяла деньги. Затем ей дали подписать какой-то документ. И мама в силу своей безграмотности подписала эту бумагу. Ну а потом оказалось, что это был акт о примирении сторон, рассказывает она. Рассказывает она. Изнасилование, тем более несовершеннолетнего, входит в особо тяжкое преступление. Примирение сторон при рассмотрении таких дел в суде неприемлемо. В один голос говорят правозащитники. По словам Азиза Абдрасулова, сегодня тенденция такова, что правоохранительные органы ловят преступников. Прокуратура расследует дело, передают судебные органы, последние просто оправдывают. Пока не будут искорененные понятия, как коррупция в судебной системе, а родственники будут прощать виновников, количество преступлений будет только расти. Кыргызщик обратно же. У нас не только по данному делу, вообще по многим делам применяется Кыргызщик. В перемирии, там, Алдна Тушмой. Закон у нас должен работать, закон. В рамках закона мы, если не будем привлекать одного насильника, другого насильника, у нас каждый день будет происходить такая трагедия. Сетует правозащитница. Шокирующий случай жестокого насилия над детьми и освобождение педофила далеко не первый в Кыргызстане. Нередко им удается избежать от уголовной ответственности. А сведениями о том, сколько преступников было осуждено за преступление такого характера, МВД не располагает. Когда как, только в прошлом году было зафиксировано почти тысячи фактов насилия в отношении детей. Из них 10 детей были убиты. 66 были изнасилованы и 17 подверглись насильственным действиям сексуального характера. Для эффективного снижения уровня жестокого обращения с детьми и сексуального насилия государству необходимо повысить контроль над исполнением наказания таких преступлений, считает омбудсмен Бахтубек Аманбаев. Есть тенденция роста. Поэтому, я считаю, нужно предотвратить именно на законодательной основе. То есть, надо применять самые высшие меры наказания. Вот тогда, я думаю, мы можем в какой-то мере предотвратить. Говорит главный правозащитник страны. Ужесточение наказания в отношении насильников и педофилов было инициировано неоднократно. Предлагалось ввести смертную казнь. Еще два года назад президент страны Омазбек Атамбаев отклонил законопроект о химической кастрации педофилов, но подписал закон об ужесточении наказания за преступление против половой неприкосновенности. Согласно ему, педофилам теперь грозит от 20 лет тюремного заключения до пожизненного. Однако, от ужесточения закона преступлений такого характера не стало меньше, говорит депутат Турсумбайбакир Удом. В 2014 году мы, три депутата, инициировали ужесточение наказания за педофилию, и это прошло. Сейчас педофил наказывается либо 20 годами лишения свободы, либо пожизненным лишением свободы. Конечно, ни один педофил не хочет только сидеть. Поэтому любую сумму хочет дать следователю, судье. Вот сейчас печальный случай рассказали, что маме изнасилованной девочке дали взятку, и она не устояла. Рассказывает нардеп. Однако, в МВД сообщают, что благодаря усилиям правоохранительных органов в прошлом году на 13% удалось снизить насилие в отношении детей по сравнению с предыдущими. Это не показатель, признается министр внутренних дел Мелис Тургамбаев. Сейчас мы хотим провести рейдовые мероприятия по городу Бишкек, выяснить, сколько детей проживает в подвалах, чердаках. Насилие над детьми увеличивается в силу того, что большинство кыргызстанцев уезжают на заработки за границу, а дети остаются без присмотра. Я считаю, что необходимо открывать кадетские школы-интернаты. Если родители выезжают на заработки, могли бы там своих детей оставить. Говорит глава ведомства. Тем временем психологи говорят, что изнасилование – это страшный удар по психике. В памяти жертвы он остается навсегда, и это значит, что потерпевшему будет сложно вернуться к нормальному образу жизни. Первое, что часто встречается, это посттравматические стрессовые расстройства. Когда человек испытывает страх, все, что происходит во время изнасилования, все эти ужасы повторяются наяву, потом последующие, когда уже совершилось, прошло определенное время. Эти сцены часто повторяются. Поясняет Кенеш Устенов. В связи с повторяющимися фактами жестокого обращения с детьми президент Амазбек Атамбаев поручил правительству разработать и приступить к реализации комплекса скоординированных мер по пресечению таких случаев. Как отмечается, дети должны быть под полной защитой государства, общества и семьи. И важно не забывать, что дети – будущее Кыргызстана.